Включил запись, и так, отвечаем на вопросы. Можете прокомментировать, правильно ли я понимаю. Ага, past continuous был в середине дела в какой-то момент в прошлом. Да, правильно, past perfect simple уже сделал к моменту в прошлом, единичное. Да, может быть и регулярное, если глагол не ставится в continuous, да, а также переключение на более ранние события. Да, все правильно. Past perfect continuous – регулярное действие с затраченным временем к моменту в прошлом. Да. Причем в этот момент действие может уже не выполняться. Да, может выполняться, это уже по контексту надо, можно выяснить только. Все perfect continuous, они вот идут по какой-то момент, но это не обязательно, что они до сих пор в тот момент выполняются. Так же, как и с регулярными действиями. Все эти регулярные действия, они все идут по какой-то моменту, но не обязательно, что выполняются в том моменте. Ну, как помните, там, не знаю, когда провожают последний день на работе, когда провожают, можно сказать, I have worked here for two years, или I have been working here for two years. Хотя уже я как бы не working, но все равно можно. Да. Увидела, так, все правильно вы поняли. Увидела в одном источнике, have you heard about what happened in Tokyo? Почему после about идет подлежащее действие? Это предложение стало неправильным? Нет, это составляло правильно. Почему, надо подумать. Я сходу не скажу. О том, что случилось. Я не очень, ну, то есть, все правильно составлено. Я не лезю, вот, но не знаю, как это объяснить. Надо подумать над этим, about what happened. Так, а если не what, а если другое подлежащее? А вы слышали о том, что взрыв случился в Токио? А вот если взрыв случился, то мы не можем написать подлежащее. Значит, это связано с словом what, видимо. Вот, как-то так. Так, если мы какое-нибудь нормальное существительное туда поставим, мы не можем подлежащее поставить, не будет так работать. Вот, то есть, вы слышали о том, что взрыв случился? Это надо спрошить либо have you heard that an explosion happened in Tokyo? Либо have you heard about an explosion happening in Tokyo? Вот, но предложение правильное. Как-то это связано со словом what, но я не могу объяснить как. Как нужно изменить фразу you were right? Только you were, ради бога, Николай. You were. Я никогда не писал you was. You – это всегда множественное число. You were right about it being hard, чтобы получить следующие смысловые оттенки. Мы тащим бревно, и я говорю, ты был прав насчет того, что это сложно. Никак, вот первое, то, что вы написали, подходит, фраза передает. Мы сидим вечером, вспоминаем, как тащили бревно. Я говорю, ты был прав насчет того, что будет сложно. То же самое. Я говорю, так, ага, да-да-да. Неважно, какое время. Будет, было, сложно. Объекты, воинг, и все. Ну, то есть, у вас нет возможности передать время. Ну, вот, поэтому это так устроено. Так что и было, и будет, все так передается. Желательно только, чтобы с контекста, сильно желательно, чтобы с контекста было все-таки, ну, понятно, случилось это или нет. Вот, то есть, допустим, ты был прав, что он пойдет на вечеринку, то есть, он уже сходил. И ты был прав насчет, ну, в общем, надо, чтобы с контекста было хотя бы более-менее, можно догадаться, что это только должно произойти, или это уже случилось. Вот, желательно. Вот. Так, разве это не два предложения? А про что вы спрашивали конкретно, Владимир М? Про вот то, что Леся прислала? Да, это два предложения. Это два предложения, все верно. Так, не получил 50 вопросов, говорит Дмитрий. Да что же такое-то, а? Никак они не доходят. Дмитрий, а в спаме вы посмотрели? В спаме смотрели? Да? Ну, что, тогда у меня, давайте, пока я не забыл, да, чтобы вы не остались без этих заданий, давайте я на Google Диск загружу и скину ссылку прямо в чат. Раз у нас только так вот это работает. Значит, вот задание, вот задание, вот ссылка на задание, и вот ссылка на, соответственно, видеоразбор. Ну вот, пожалуйста, сохраните, и все, если кто-то не получил. Теперь давайте мы сделаем Мерфи, если вы не против, то, что было на дом. Вот это сложное упражнение, действительно сложное, на три времени. Сейчас его ли я открываю? Да, оно. Сейчас я сделаю, давайте посмотрим. Значит, напомню, тут Past Continuous, то есть в тот момент в середине дела был. Past Perfect, это значит, к тому моменту уже сделал, ну, единичные Past Perfect, к тому моменту я уже сделал. И Past Perfect Continuous, я делал ранее того момента, сколько-то времени. Ну, здесь, кстати, без затраченного времени почти везде здесь, поэтому задание сложное специально. Вот, давайте мы все-таки сделаем еще разок пример, вспомним, который мы делали вчера. На котором мы вчера закончили. Значит, я пришел, да, when I arrived, точка в прошлом. When I arrived, everybody was sitting around the table. Все сидели вокруг стола. В этот момент, когда я пришел. With their mouths full. С их ротами полными. Да, ну, в смысле, во рту была еда. Они ели или поели, не знаю. Значит, вот я пришел, давайте вспомним, какой график. Я пришел, в этот момент, ровно в этот момент все сидели. Почему ровно в этот момент? Потому что Past Continuous используем. Да, на основании этого я делаю вывод, что человек говорит, в середине дела в тот момент они были. Они сидели в тот момент. Так, во рту была еда, значит, они ели. Напомните, когда. Или поели. Когда действие eat. Когда мы его отметим на графике. Уже поели. В этот момент в середине дела были. Или после поели. Или ранее этого момента ели какое-то время. Что лучше поставить? Самый, самый просто подходящий вариант. Самый подходящий, как вы оцениваете? В этот момент в середине дела были. Да, я пришел, они сидели и в этот же момент они ели. Да, в этот момент в середине дела. Не после, не уже сделали. Да, а в этот момент. Значит, Past Continuous. They were eating. They were eating. Так. They were eating. Так, так, так. Шестое. When I arrived. Такое же предложение. Вот теперь интересно. Такое же предложение почти. When I arrived, everybody was sitting around the table and talking. Все сидели вокруг стола и разговаривали. То же самое, такой же график. Так, я пришел. В этот момент все сидели вокруг стола. Вот я здесь arrived. Вот они здесь sitting. Только они теперь разговаривали. Так. Во рту здесь еды не было. Their mouths were empty. Их рты были пусты. Да? Пусты. But their stomachs. Но их животы или желудки, это и слово и живот, и желудок, были полны. То есть во рту еды не было, а в животе было. Они и глагол eat снова. Значит, давайте так. Можем ли мы сказать, они в этот момент ели? Начинаем с паста континиуса. Они в этот момент ели. Нет, потому что еда в животе уже. Да, он же сам написал. Еда в животе. Да, не в этот момент они ели. Хорошо. Значит, мне нужно как бы сказать, что они ели или уже поели до этого. Вот. До этого. Хорошо. То есть придется прибегать к пасту перфекту, все-таки, к переключению на более ранние события. Что выбирать? Единичное или как бы континьюус, протяженное действие? Как вы считаете? То есть что поставить? Они до этого ели последнее время или они уже поели? Что стать, единичное или протяженное? Почти все голосуют за единичное. Но вот здесь сложный момент. Не подходит сюда единичное. Просто написать-то можно, по грамматике можно так сказать. Но далеко не самый лучший вариант. Я понимаю, что по-русски мы говорим, они поели, они уже поели и так далее. Но, как я говорил, очень часто для перфект симпл, для единичных действий, принято писать объект. Без объекта тоже бывает, но часто принято с объектом. И, ну, то есть, суть, ведь перфект симпл, у них же формула такая, имею сделанным, имею сделанным что-то. Вот. Вот если бы тут было написано, что они съели, да? Или если бы здесь, например, поменять глагол на finish, они закончили едение, все бы подошло. They had finished eaten. Вот. Но вот просто без объекта будет... Это я не знаю, как объяснить. То есть, это не то, что это правило какой-то грамматики, но принято с объектом писать. Тут его нет, и звучать будет не очень. Вот. Просто вот звучать будет непривычно. Написать можно, это как бы смысл-то передаст, это более раннее действие, единичное, все здорово. Но звучит лучше, перфект континьюз здесь, то есть, они ели до моего прихода. Вот. Это не значит, что всегда должен быть объект, да, в перфект симпл, в единичном действии, но часто так принято. Вот. Как будет переводиться? Ну, они ели. Ну, и литературно переводиться, может, по-разному. То есть, я пришел, а у них желудки были полны. Они обедали, они ужинали до моего прихода. Вот так, может, будет переводиться. Они ужинали. Вот. Вот, у них, у них был обед. В переводе литературном ведь не обязательно учитывать всю грамматику совершенно. Литературный перевод, он же, здесь только два критерия, он должен сохранять смысл полностью, все оттенки. Ну, смысл должен сохранять. И звучать очень естественно на переводимом, ну, на языке, ну, на русском языке, если мы на русский переводим. Вот. Вот, естественно должен звучать. Не по-английски, не с английской логикой, а чисто вот, естественно, для русского языка. И смысл, чтобы был передан. А мной часто грамматические вот эти вещи просто при переводе выпадают. Ну, вот. Ну, поскольку у них нет необходимости. Что ж, давайте оформим, они ели, пожалуйста. Объект подошел бы здесь, еще раз говорю. Можно слово, в таких ситуациях, например, знаете, как можно сделать? Можно просто глагол поменять на finish, а объектом сделать слово едение. Ну, кушание, герунди, в общем. They had finished eating. И вот это будет то, что надо. Вот это будет perfect simple, единичное действие. They had finished eating. Ну, в задании так нельзя сделать, но на практике вот можно было бы так. Это было бы тоже очень естественный вариант. Ну, вот. Они уже закончили кушание. They had finished eating. Ну, раз такого варианта у нас нет, значит, they had been eaten. Ну, я предупреждал, что это задание, оно очень сложное в плане запутанное. Да, но полезное, тем не менее. They had been eaten. Они были едящими. Напомню, как это на графике выглядит. Посмотрите, пожалуйста, как это выглядит на графике. Все последнее, последнее время до моего прихода. Вот так вот. Хорошо. И седьмое. Jim was on his hands and knees on the floor. Jim был на руках и коленях на полу. Это что значит для начала? Как это по-русски? На ладонях и коленях на полу. Jim was on his hands and knees on the floor. Что это по-русски значит? Он был на ладонях и на коленях на полу. Это значит на четвереньках. Он, look for, искать контактные линзы свои. Так. Он, искать контактные линзы. Что скажете в ваших комментариях, когда? Джем, значит, был на четвереньках на полу. Ну, вчера в какой-то момент. Что скажете? Что лучше поставить? Ранее искал и из-за этого остался на четвереньках? Или в этот момент искал? Или уже поискал? Или уже поискал? Смотрите, можно и паст перфект единичный, допустим, объект весь. Нормально, он уже поискал линзы. Что подходит-то больше всего? Ну, лучше всего подходит, конечно, в середине дела, конечно. Ну, само собой. А чего? А если паст перфект континьюс, напишу, получится, что он до этого искал? И из-за этого остался до сих пор на четвереньках? Как последствия его поисков остался на четвереньках? Нет. Это не может быть. Не может такое быть, что паст перфект континьюс не подойдет. Это знаете, когда подошел бы перфект континьюс? Если бы, например, я вчера вот пришел, он был не на четвереньках, а он был весь в пыли и запыхавшийся. Вот тогда подошел бы. Потому что в последнее время, до того момента он искал линзы, под диваном ползал. Вот тогда подошел бы паст перфект континьюс. Потому что то, что он в пыли и запыхавшийся, это последствия его действий. А то, что он на четвереньках, это он в середине дела был. На четвереньках он находился, потому что он в этот момент искал, а не из-за того, что он ранее этого момента, последнее время искал. Вот, пожалуйста. Вот еще раз говорю, если бы он был в пыли, да, ведь там, и у него вся комната была перевернута, тогда можно было бы сказать, что он до того момента искал линзы. Здесь же, да, мы не пытаемся объяснить какую-то ситуацию, точнее мы ее пытаемся объяснить, все правильно, но эта ситуация, она не является последствием его действий. Она сложилась не после того, как он искал линзы. Она сложилась, он на коленях, потому что он в тот момент искал. He was looking. For his contact lens. He was looking for his contact lens. Наверное, да, одну линзу или несколько, я не знаю, что это, одна или несколько это. Восьмое. When I arrived, когда я пришел, снова точка в прошлом, Kate wade меня. Так, здесь что скажете? Ну, восьмое простое. Когда я пришел, Kate wade меня. Ну, давайте я прочитаю остальные, а вы оба сделаете. Да, я думаю, здесь как раз не надо вместе ничего обсуждать. Когда я пришел, Kate wade меня. She was upset. Она была расстроена with me, со мной. Ну, в смысле, по поводу меня из-за меня. Она была расстроена со мной. She was upset with me. Because, потому что I was late. Я был опоздавшим. Я был поздним. И она, wait, меня, долгое время. For a long time. Пожалуйста, два предложения восьмом. Самостоятельно. Сделайте. Ну, я думаю, тут достаточно все, здесь не запутанная ситуация. С회фа ломается. С funneling на трех一點, чем жизнь. Есть ли те те, те, теせ глаза? Когда я пришел, Кейт, wait a minute, когда я пришел, в этот момент ждала, конечно, первым, сначала у нас идет в этот момент ждала, when I arrived, she was waiting for me, she was waiting, ok, she was waiting for me, далее, она ждала меня уже долго, она была расстроена, потому что она меня долго ждала, затраченное время, к моменту, если я не использую past perfect continuous во второй части, с этим затраченным временем, она ждала меня долгое время, если я использую, допустим, past simple, какой смысл будет? Если я использую, допустим, past simple, she waited for me, she waited for a long time, сказать-то можно, но будет немного другой смысл, получится, что это все произошло, что долгое время она меня ждала, после моего прихода, я пришел, она была расстроена, и после этого меня ждала долго, вот что это будет означать, написать можно, но смысл получится не тот, который надо, ну и даже странно немного, чего она тогда была расстроена, она была расстроена, и после этого меня ждала долго, да, вот что получится, если past simple напишу, написать past simple-то можно, с затраченным временем, какие проблемы, так и нужно, но все-таки, если я его напишу, получится, что это после всех событий, мне надо, что я пришел, она в этот момент была расстроена, потому что к тому моменту уже долго меня ждала, к моему моменту, когда мы встретились, уже долго ждала, поэтому she had been waiting во второй части, she had been waiting for me for a long time, she had been waiting for a long time, Следующее I was sad when I sold my car, я был грустным, когда я продал мою машину, так, точка в прошлом, я have it долгое время, пожалуйста, девятое самостоятельно, тоже никаких комментариев, но это детский уровень, ну как бы не совсем, конечно, детский, но для нас, я был расстроен, когда продал машину, я have ее долгое время Владимир спрашивает, а почему в первой части не been waiting, Владимир, ну смотрите, в восьмом, да, Владимир, я пришел, и она в этот момент меня ждала, потому что я так хотел сказать, ну если я поставлю, she had been waiting, получится, я пришел, а она ранее этого меня ждала, до этого, ну поставить может и можно, то есть смысл-то это передаст, но точнее и чаще скажут просто в этот момент ждала, вот. Например, знаете, когда подойдет фраза, she had been waiting for me, когда я, например, не знал, что она будет меня ждать, то есть я не знал, что, ну допустим, ее не предупредили, что я приду, я думал, что ее не предупредили, что я приду и, допустим, ее не, я, я, да, иду с ней навстречу, я думаю, что я застану ее врасплох, она не знает о том, что я явлюсь, допустим, я прихожу и там, оказывается, засада, позвали 10 каких-нибудь бандитов, тогда я могу сказать, она ждала меня, она знала, что я приду, она ждала меня, вот здесь вот можно сказать, she had been waiting for me, то есть, как бы, в смысле, она до этого готовилась, до этого ждала моего прихода, до моей встречи, да, как бы заранее, вот такой ситуации, можно сказать, так, значит, я имел машину долгое время, Ален, у вас получилось, что после продажи я имел машину долгое время, Роман Александрович и Мария Тюркина, вы забыли про глаголы состояния, Разве have, который означает владеть, он ставится в continuous? Ответите, пожалуйста, have, который означает владеть, а здесь have именно это означает, ну тут же не have fun, не have breakfast, здесь же просто реально владеть машиной, он же не ставится в continuous этот have, ну, в continuous ставится have, который, ну, в составе выражения, как have breakfast, have fun, have a shower, да, have a party, то есть получать означает, но здесь-то прям владел просто машиной, ну, я просто, вот, скажите, Роман и вот, Мария, скажите, пожалуйста, вы чувствуете, это, конечно, вопрос не по грамматике, да, Вот, честно скажите, вы чувствуете или нет разницу между, вот, have breakfast и have a family? Вот, когда человек, вы не чувствуете разницу в значениях на английском? То есть, когда человек говорит, I have a family и I have breakfast? Или чувствуете разницу в значениях? Ну, ну, никто ничего не говорит. Ну, я надеюсь, не чувствуете, нет? Ну, ладно, тогда, значит, не переживайте, с опытом пройдет, это не так важно, но, конечно, хорошо, друзья, кто-нибудь вообще, может быть, я просто по себе сужу, Ну, то есть, когда человек говорит, I have breakfast, допустим, at seven, и I have a family, или I have a car, вот два предложения. Кто чувствует, что это разный have, а кто не чувствует? Просто, просто, просто для, так сказать, для справки мне. Поставьте плюс или минус. Кто чувствует, что это разный have, с разным смыслом употребленный? I have breakfast at seven, and I have a car. А кто не чувствует? Ну, чувствуете или не чувствуете, значит, для тех, кто не чувствует. Значит, это разный, ну, слушайте, я просто ориентируюсь в этом плане на себя, я думал, что это всем заметно, но не всем действительно, наверное, вот. Для тех, кто не чувствует, друзья, значит, для вас ориентир другой. Когда have означает владеть, это глагол состояние, никаких континьюсов не нужно. Когда have в составе какого-то выражения устойчивого, вы знаете выражения типа have fun и have breakfast? Вот те, кто, так сказать, минус поставил. Вы слышали? Have fun, have breakfast. Вот когда have в составе вот такого выражения, это не глагол состояния. Вот. Давайте ориентир для вас такой, если вы не различаете значения. Хотя, конечно, как я уже говорил, в первом предложении have означает получить. Он не означает, он не передает идею владения. Но это было бы абсурдно, говорит, я владею завтраком всем. Он не передает идею, чем я владею. Да, он передает, что я получаю. Не случайно его можно в континьюс. А второй have, это другое значение, это действительно базовое значение владеть. Я владею машиной, у меня есть машина. Так, есть. Дальше. Десятое. Кстати, как это избавиться от past perfect? Как здесь можно избавиться от past perfect? Значит, здесь можно либо переписать все в том порядке, в котором происходило. То есть я имел машину долгое время. Past simple. I had a car for a long time. И затем я ее продал. And then I sold it. И затем мне было очень грустно. And then I was very sad. When I sold it, I was very sad. Вот. Вот тогда past perfect не будет, если рассказывать все в том порядке, в котором было. Или еще вот сдается мне, что поскольку, ну, в разговорной речи, я так понимаю, что мы можем не выделять. Ну, не то, что я так понимаю, а в американском разговорном мы точно можем к past perfect не пробегать вообще. В устной речи можем не выделять более ранние действия. То есть, грубо говоря, в девятом, в устной речи мы совершенно спокойно могли сказать I had it. Без I had it. Не I had it, а просто I had it for a long time. Вот. Соответственно, да, можно не выделять более ранние действия. Даже если вот тут, а тут действительно идет переключение на более ранние действия, в устной речи. Вот. В британском как? В британском я не могу с точностью сказать, что не выделяют. Вот. В британском, вот конкретно в этом предложении, ну, по моему, так сказать, по моему опыту здесь, наверное, здесь скажут. Past perfect. По моему опыту. Вот. Что касается единичных действий, здесь же не единичное, здесь регулярное в Past Perfect Simple. Что касается единичных действий, они, ну, вот, люди обычно стараются рассказывать просто в том порядке, в котором происходило. Вот. Поэтому для единичных действий Past Perfect можно, ну, не так часто увидеть. Вот, значит, когда не единичное действие, то есть с затраченным временем, их выделяют. Вот. Обычно. В американском не выделяют. Десятое. We were exhausted at the end of our trip. Мы были истощены в конце нашей поездки. Мы ездить или путешествовать, ну, судя по количеству времени, видимо, ехать. Мы ехали более чем 24 часа. Пожалуйста. В конце поездки были истощены. Мы ехали более чем 24 часа. Дмитрий, в первую очередь надо смотреть на на другое. На другие признаки. То, что поездка закончена, я не очень понимаю, как это должно было быть аргументом для единичного действия. А почему? И то, что трип закончена, это же, ну, как и почему это аргумент для единичного действия, вы считаете? То есть, получается, например, если я уволился с работы, я только единичными действиями могу рассказывать? Я, если я уволился с работы, работа закончена, я не могу регулярными действиями описать, я там пять лет работал? Только единичные теперь можно? Не думаю. Да, что-то как-то вот и здесь так же. Поездка закончилась. И почему я только единичными могу? А почему я не могу сказать? Я два часа ехал, я три часа ехал могу. Да, так что, нет, это не указание на единичные действия. Ну, слушайте, тут написано, вот в том предложении, которое мы делаем, там написано больше 24 часов. Но это прям стопроцентное затраченное время. Ну, стопроцентное указание четкое на затраченное время, что там разбираться. Да, затраченное время прям написано, больше суток ехали. Ну, слова сутки просто нет в английском, поэтому говорят 24 hours. Мы ехали больше суток, да? Ну, конечно, это затраченное время и это perfect continuous. Я не очень понял, почему кто-то написал это в simple, в perfect simple. Почему? Это, ну, это не глагол состояния, его можно в continuous. Если можно в continuous, ну, помните, что предпочтительнее всегда в perfect continuous оформляется. Так что, we had been traveling, had been traveling, we had traveled. Предпочтительнее в perfect continuous всегда, однозначно здесь в perfect continuous должен быть. Ну, и вот если бы это был глагол состояния, но я вам говорю, это не глагол состояния. Так, да, так что регулярные в simple надо использовать только, ну, если в perfect continuous никак не получается. We had been traveling for more than 24 hours. Вот. For more than 24 hours. Так, что еще? Кстати, на зачете такое задание есть. И могу вас заранее предупредить. Зачет сутки не скоро, все это забудут. Но могу вас заранее предупредить. Кто запомнит, тот, так сказать, тому будет легче. Значит, есть задание. Вот очень простое, типа там, он что-то делает уже 2 часа там. Вот такое. Надо перевести. И многие люди, вы не поверьте, здесь пишут регулярные в perfect simple. Я не понимаю, почему. Ну, там что-нибудь, типа, не знаю. Я крашу дом уже 2 часа. И люди, и часто, вот те, кто начинающие, они пишут здесь perfect simple. Это очень часто ошибка. Ну, и от волнения, еще чего-то. Я не понимаю даже почему. Вроде столько времени изучаем, и бац, в конце, perfect simple, какая четко написано, затраченное время на настоящий момент. Ладно, все, закончили с этим. Так, я не понял, 9. Когда он расстроился, когда продал, точка. Потом он говорит, что владел. Ну и ладно, просто head. Говорит, Владимир. Значит, смотрите, Владимир, все просто. Значит, вот график. Так, так. Сначала он говорит, я был расстроенным, был расстроенным, был грустным. Когда продал. Вот здесь вот продал, в этот же момент был расстроенным. Пока все просто. Владимир, когда я владел машиной? Когда я владел машиной долгое время. Где мне это отметить? Где мне отметить have просто? Вот график. Тут вариантов немного. Либо тута, либо тута. Где? Справа, слева от продал. Где мне отметить have? И сейчас все станет ясно. Вот был грустный, вот продал. Ну, владел я вот здесь вот машиной. Это более раннее? Переключение на более раннее, не правда ли? Это третье по счету действие, да? Вот первое, вот второе. А третье действие должно быть здесь, а оно вот здесь написано. Переключение на более раннее. Вот если бы третье действие, третье, которое я в предложении упоминаю, Третье по счету, оно было бы здесь, мне не нужно было бы писать past perfect, но оно здесь, это более раннее. Переключился, сначала сказал точку в прошлом, вот, продал машину, потом сказал, что я был грустным, ну или наоборот, я не помню. И потом я рассказываю, что до этого делал, имел долгое время машину. Если я ставлю обычный have, если я просто скажу I had it, то есть риск, ну конечно меня поймут, все правильно все поймут, но строго говоря есть риск, что это прозвучит, точнее это точно прозвучит, как будто я владел машиной после этого. Я был грустный, я продал машину, я после этого долгое время ей владел, из-за этого я был грустный. После продажи я владел машиной, из-за этого был грустный, но это очень странно, да. Конечно меня правильно поймут, разумеется, даже если я не скажу past perfect, там же как бы люди не глупые, но может кому-то вот для кого-то прозвучать вот так вот. Так, все, значит вот и все времена по большому счету, к ним мы еще будем возвращаться. Следующая тема это пассив. В пассиве есть все эти времена. То есть, ну, они никуда не пропадут, мы просто, так сказать, мы точно так же их сейчас будем применять, просто, ну, через, там, урок. Значит, пассив, что из себя представит пассив? Тема несложная, но сводится целиком к применению формул. Вот, тема несложная, потому что, хотя считается для многих какое-то сложное, несложная, потому что есть в русском языке и применяется в русском языке, мы с этим знакомы. Значит, допустим, вот такое предложение. Я подпишу документ. Я подпишу документ. Это предложение в не в пассиве, а в активе. А почему, как я это понял? Потому что подлежащее выполняет действие. У нас так всегда было? Подлежащее всегда выполняет действие? Так всегда было? Ну, конечно. А как вообще по-другому может быть? Конечно. Подлежащее выполняет действие. Это актив. И все наши предложения, абсолютно все, весь курс, все были в активе. Значит, в пассиве тоже есть подлежащее, тоже есть действие, разумеется. Только действие направлено на подлежащее. Не на объект, как по-обычному. Я подпишу документ. А на подлежащее. Ну, направлено. Хорошо. Как же это сделать? Как, значит, действие направить на подлежащее? Ну, для начала. Для начала, чтобы перестроить это предложение в пассив, мне что надо сделать? Мне надо взять объект, то, что было объектом, и сделать это подлежащим. Слово документ было объектом. Я делаю его подлежащим. То, что было объектом, надо взять, сделать подлежащим. Так переводится предложение в пассив. Вот, это обязательно. То есть, вот его отсюда, сюда. И теперь это больше не объект. Это было объектом в предыдущем предложении, теперь это не объект. Это теперь подлежащее. Дальше. Вот действие подпишу, подписывать. Мне надо это действие как-то направить вот сюда. Есть идеи по-русски, как это сделать? Документ. Как это? Подписан. Подписан. Так, ага. Документ подписан. Скажите-ка, а не пропало ли время? Случайно. Не утрачено ли время? Я подпишу, это было будущее время. Документ подписан. Не потеряли ли вы время с таким вариантом? Потеряли. Конечно. Если я просто напишу, документ подписан, это настоящее время. Да, мне такое не устраивает. Ну, было будущее. Так что подписан плохой вариант. Документ, потому что, ну, точнее, это совершенно неприемлемый. Документ, ну, надо сохранить, чтобы будущее время тоже было. Будет подписан. Вот это другой разговор. Документ будет подписан. Вот теперь здесь есть будущее время. Документ будет подписан. Хорошо. Вот, собственно, действие теперь направлено на подлежащее. Можно в конце написать мной, но это не обязательно. Так. Из чего состоит, соответственно, любой пассив, да? Любая формула пассива из подлежащего. И вот это, что за элементы? Подскажите, как вы думаете, что это за элементы? Вот. Как их в формуле записать? Подлежащее. Да, вот. А вот это что? Два элемента? Ну, давайте на другом примере посмотрим. Давайте посмотрим на другом примере. Может, еще пока не ясно. Мы построили дом. Мы построили дом. Переведите в пассив. Кто... Ну, время обязательно сохранить. То есть, кто не передаст время, тот плохо знает русский язык. Ну, тот не справился с задачей. То есть, в вашем предложении должно быть четко видно, что это прошедшее время. В вашем предложении должно быть четко видно, что это прошедшее время. На русском. Дом построенный. Вы не справились. Очень жаль. Дом построен. Нет. Очень жаль, вы не справились. Это состояние дома в настоящем. Дом построенный, дом построен, это настоящее время. Дом есть построен, дом есть построен, это настоящее. В предложении «Прошедшее время» в вашем предложении должно быть четко видно, что это прошедшее. Дом построен неправильно. Ох, что за русский язык. Дом строили, Елена, это, к сожалению, не пассив. Но сейчас я прокомментирую, почему. Ну давайте разбираться. Во-первых, надо взять объект и сделать подлежащим. Дом. Это первое, что надо сделать. Взять объект и сделать его подлежащим. Дом. Дом был построен. Вот так вот правильно. Дом был построен. Я хочу что спросить. Ну а если бы я попросил вас вот эти два элемента в формулу записать, как бы вы их записали? Какое сочетание содержится в формуле пассива любого? Как бы вы записали? Вот это был и построен или будет подписан, был построен. Как бы вы записали два этих элемента в свою, если бы я попросил вас их на английском, формулу как бы вывести? Как бы вы их записали? Так. Не все уверенно. Ну, понятное дело, не все так уверенно пишут. Это B. Не надо стесняться. Это действительно B. Это обязательный элемент любой формулы пассива. B. И второй обязательный элемент любой формулы пассива. Какой? Кто-то говорит, что это инфинитив. Это не инфинитив. Инфинитив это построить. Дом был построить. Тут вроде не так написано. Это B3. Это B. Кто-то пишет B. Ну, не B, а конкретно B3. Был построен, будет подписан. Это B3, конечно. B, B3. Вот отличительное сочетание любой формулы пассива. Так, теперь мы выведем все формулы пассива. Вот. В пассиве есть все наши времена. Вот. Просто у них другие формулы. Все времена, которые мы проходили, ну, практически все в пассиве есть. И у них те же самые свойства. То есть, Present Perfect имеет те же самые пункты. Там Present Continuous также передает, что происходит в данную секунду. То есть, свойства времен сохраняются полностью. Все то же самое. Никаких отличий. Только другие формулы. Ну, неудивительно, потому что теперь действие направлено на подлежащее. Значит, пассив получается, что это просто другое построение предложения. Другой способ строить предложение. К временам это никакого отношения не имеет. Времена все такие же, с точно такими же свойствами, точно так же используются. Но формулы немного иные, потому что построение предложения другое, следовательно, и формула иная. Значит, ну что, начинаем. Формулу будете вводить сами, чтобы лучше запомнилось. Вот формула Present Simple. Актив. Как нам сделать формулу пассива? Значит, делается это в два шага. Для начала вы вставляете be вместо смыслового глагола. Не вместо вспомогательного, не вместо модального, не вместо чего-то там еще. Никакие элементы не трогаете. Все элементы сохраняются только вместо смыслового глагола. Пожалуйста, вот если вы будете ровно делать по инструкции, все формулы получатся у вас правильно. Be надо вставить вместо смыслового глагола. Если там есть в формуле какие-то еще элементы, их трогать нельзя. Have, will нельзя, оставьте. Пусть они будут. Be вместо смыслового глагола. При этом be, надо на be скопировать все, что было на смысловом глаголе. Все, что было. Нагрузку, окончание, все, что было на смысловом глаголе. Что на нем есть? Что есть на этом смысловом глаголе? Учитывая, что это формула present simple. Ну, что скажете? Я имею в виду, все надо скопировать. Нагрузку грамматическую, если она есть. Если нагрузки нет, там инговую форму, третью форму. Полностью скопировать все, что на смысловом глаголе. Что на нем конкретно есть? Ну, это, кто-то вот пишет, что это инфинитив. Ну, это не инфинитив. Ну, come on. Ну, слушайте, называется формула present simple. Вы правда думаете, что это инфинитив? Чего? Первый урок курса зря прошел? Вы думаете, во фразе I go, go это инфинитив? Тогда это не должно, тогда это не может называться present simple. Тогда это должно называться инфинитив simple. Настоящее время же здесь, но здесь же настоящее время, не так ли? Ну, вот на B, значит, надо скопировать его. Настоящее время. Так, хорошо, то есть B вставляем вместо смыслового глагола. Как будет B выглядеть? Пожалуйста. Ну, что, вот его сюда вставляем, как будет выглядеть? Нет, не будет B. Вы же помните, что надо на B скопировать все, что было на смысловом глаголе. Смысловой глагол в настоящее время не состоял. Ну, это же формула present simple. Вот здесь настоящее время. Давайте я подпишу. Настоящее время. Я вставляю B. Все, он должен скопировать на себя. В настоящее время. Конечно. Так. А что с действием делать? А что делать со смысловым глаголом? А смысловой глагол во всех формулах, всегда, во всех формулах пассива, всегда, без исключений, в 3. Всегда. Во всех формулах пассива, никогда на нем ни нагрузки, ничего нет. Действие всегда в 3. Абсолютно во всех формулах пассива, неважно какое это время, всегда в 3. Почему? Потому что, да, потому что пассив это когда действие направлено на подлежащее, верно? Дом был покрашен, я был уволен, он был застрелен. Он был убит. Именно в 3 позволяет передать идею направленности на подлежащее. Был сделан, покрашен или ный. Найден, был найден, найденный. Именно в 3 позволяет показать, что действие направлено на подлежащее. Починен, был починен, был найден, был отправлен, был удален, был выгнан и так далее. Был построен, был завоеван. Вот эти все слова в 3, они как раз и передают то, что действие направлено на подлежащее. Поэтому, разумеется, действие будет во всех формулах в 3, потому что оно должно быть направлено на подлежащее. Иначе тогда идеи по силу просто не получится. Вот и все. Поэтому действие всегда в 3. А вот B будет в разных формах. В настоящем времени, в present perfect, в инвы форме и так далее. Ладно, пожалуйста, значит, формулу... Ну давайте, какие-то предложения для начала. Какие-то предложения. Предложения-то регулярные действия в настоящем. Например, здесь надо сказать, кстати, что пассив в русском можно еще делать не через B и V3, а можно еще через вся в русском языке. Вот. Ну, например, дома строятся каждый год. Это present simple пассив, это регулярные в настоящем. Он был избит, это не present simple, это past simple. Или present perfect. Значит, в итоге дома строятся каждый год. Или, не знаю, там, компании закрываются каждый день. Да, или новые, допустим, не знаю, новые чиновники назначаются каждый месяц. И так далее. Вот. Здесь надо сказать, что на русском мы так не очень часто говорим. Акции растут. Нет. Акции растут, это актив. Акции выполняют действия растут. Это не пассив. В пассиве должно быть B и V3. Или ся. Вот. Значит, здесь надо вот что сказать. Что в русском мы так не очень часто говорим. Там дома строятся и так далее. Это правда. В русском языке мы предпочитаем предложения с формальным подлежащим. Не так ли? Дома строят. Они как бы. Так мы говорим. Так естественнее сказать. Дома строят каждый год. Да, да. Мы говорим с формальным подлежащим в русском языке. Ну вот. Дело в том, что в английском можно, конечно, с формальным подлежащим тоже говорить. Но чаще предпочитают пассив. Вот. То есть многие наши предложения, которые мы говорим с формальным подлежащим, они как бы в русском языке не в пассиве. Но на английский их рекомендуется переводить пассивом. Ну вот. То есть. Например. Ему хорошо платят. Ему хорошо платят. Но это же актив. Они как бы. Ему хорошо платят. Но на английский это рекомендуется переводить пассивом. Не они ему хорошо платят, а он есть оплачиваем хорошо. He's paid well. Вот. Или его уволили. Его уволили. Соответственно. Как бы они. Но такое лучше переводить пассивом. Он был уволен. Спрашивают. Почему он был избит? Владимир говорит, что это... Владимир, это потому что вы невнимательно слушали. Я сказал, что он был избит. Это не present simple. Не настоящее время. Я сказал, что это past simple. У вас формула present simple. Что это past simple или present perfect. А вы возражаете. Вы возражаете, как будто я сказал, что это не пассив. Это пассив. Он был избит. Это не настоящее время. Просто. Пожалуйста. Чуть повнимайте. А я вам сказал, что это не прошедшее время. Что это не настоящее время, я сказал. Я не спорил, что это пассив. Само собой это пассив. Значит. Про что я говорил. Так. Пожалуйста, формулу прошедшего времени. Стоп. Вы поняли про то, для чего пассив нужен англичанам? То есть мы, может быть, и не очень часто так говорим. Через вся. Но мы чаще говорим с формальным подлежащим. Еще раз говорю. Вот очень многие предложения наши с формальным подлежащим. Как бы они там комнату убрали. Или там мне подарили подарок. Не знаю. Ему не сообщили. Мне дали задание. Мне предложили работу. Все вот эти предложения, которые я назвал, это все пассив на английском. Мне предложили работу. А в английском я был предложен. И так далее. Я был предложен работу. То есть огромное количество предложений в русском, которые мы говорим. Англичане просто предпочитают не с формальным подлежащим, а к пассиву говорить. Поэтому вещь нужная. В русском, может, не очень нужна. В английском нужная. Пожалуйста, формулу прошедшего времени самостоятельно. Так, можно формулу прошедшего очень быстро из этого вывести, ну просто нагрузку прошедшего времени сделать. Конечно. Значит, по поводу формул. Пассив сводится целиком к применению формул, поэтому на следующем уроке они должны быть у вас под рукой. Можете их выучить, но это совершенно необязательно. Совершенно необязательно их выучивать, но если у вас не будет под рукой их, то на следующем уроке вы ничего вообще не сделаете. Абсолютно. То есть следующий урок будет проведен впустую. И после следующий тоже. То есть без формул не имеет смысла приходить. Это несложно, выписать там 8 формул на листочек, да, или на компьютере. Ну вам придется гуглить, просто в гугле открывать на уроке формулы. Ну, точнее, обычно мне приходится гуглить и присылать ссылку, но чтобы этого вот такого стыда не было, пожалуйста, все эти формулы, их не так много, ну запоминать не обязательно. Просто выпишите и подсматривайте в них. Хорошо. Так, значит, вот формула прошедшего времени. Подлежащие was, were и v3. Был сделан. Соответственно, это единичные действия в прошлом. Как Владимир приводил пример, он был избит, да, и так далее. Компания была основана в 2005 году, например. Ну вот пассив, да, единичная в прошлом. Компания была основана в 2005 году. Проект был завершен 25 марта. Не знаю, там, письмо было отправлено. Наш дом был построен пять лет назад. И там война была начата, не знаю, три года назад и так далее. Там заведение было открыто или открылось всего три месяца назад. Значит, вот формула будущего времени. Да, пожалуйста, выведите пассив. Напомню, как делать. Вы be вставляете вместо смыслового глагола. И все, что на смысловом глаголе, переносится на be. А сам смысловой в третью форму. Be вместо смыслового, смысловой в третью форму всегда. Пожалуйста. Алексей Воронов. Никакого щел нет. Разве я не говорил? Щел не существует. С чего вдруг он сейчас-то появился? Я понимаю, если бы на первом уроке написали, что это щел сейчас, то он откуда взялся. Ну, вроде уже, так сказать, на двадцать каком-то. Елена Кравченко. Елена, после модальных глаголов может только инфинитив идти. Слово den не может там быть написано. Елена, это невозможно никак. Знаете, почему, Елена? Почему слово den там не может оказаться? Елена, знаете, почему? Мне здесь надо понимать, почему, Елена. Потому что после модального глагола любого возможно только инфинитив написать. Den это в три. Такое это невозможно никогда. Просто это как бы нарушение, ну, я не знаю, это как... Нельзя быть одновременно человеком, мухой и слоном. Вы либо человека, либо муха, либо слон. В общем, ну, то есть это нарушение прям фундаментальных вещей. Просто, чтобы вы понимали. Мы сейчас делаем формулу будущего времени. Мы сейчас делаем формулу будущего времени. Вот future simple. Надо вывести future simple. Друзья, сразу говорю слово den быть не может там. Я понимаю, что кто-то на автомате пишет. Почему его там не может быть? И потому что после модальных глаголов, это очень важно знать. После модальных глаголов возможно написать только инфинитив. И ничего другого. И в русском языке так же. И в других языках так же. После модальных глаголов возможно только инфинитив. Если вы будете нарушать, я начну разговаривать с вами так, как вы на английском разговариваете. Я буду говорить... Знаете, друзья, я могу объяснил вам новую тему. Я могу объясню. Я могу объясню. Я могу объяснил новую тему. Не кажется ли, что что-то не так в моей речи? Я могу объяснил. Я могу объясню. Могу объясню. Могу объяснил. Что-то не так. Потому что правильно я могу объяснить. Потому что после могу модального глагола, вы не можете кроме инфинитива написать ничего. да вы не можете сказать я могу быстрый я могу добрый я могу понятный не может так быть вот значит итак формула будущего времени ее надо вывести би вместо смыслового глагола при этом на би переходит все что было на смысловом глаголе что на нем было на би переходит все что было на смысловом глаголе что на нем было инфинитив ну то есть ничего не было значит би так и остается би смысловой глагол в какой форме всегда в третий во всех формулах пассива вот и получилось так вот формула будущего времени соответственно это единичные или регулярные действия будущем дом будет построен там письмо email будет отправлен завтра и так далее вот по-русски опять же мы говорим не ну не всегда говорим дом будет построен email будет отправлен завтра проект будет завершен мы часто говорим проект закончат завтра дом построят построю ну я не знаю какое там окончание построят или построят но в общем построят построят дом построят в 2000 там двадцатом году мы мы говорим это через формальные подлежащие они построят но в английском такое предпочтительнее пассиве переводить в русском это не пассив актив они построят но в английском пассивно желательно но не обязательно так следующая формула значит симплы мы вывели теперь континьюсы пожалуйста present continuous по той же инструкции нужно вывести формулу теперь это уже сложнее было легко симплы выводить но здесь инструкция та же если вы будете делать ровно по инструкции все получится правильно неправильно будет только если вы будете делать не по инструкции инструкция следующая вместо смыслового глагола be поставить и скопировать на все что было на смысловом глаголе при этом все абсолютно все полностью be копирует все со смыслового глагола а сам смысловой всегда в 3 убирать элементы нельзя убирать элементы из предложения нельзя пока у всех правильно но это ненадолго но вообще очень хорошо так слишком длинная формула не это пока еще не слишком длинных это пока еще не слишком длинных пока еще приемлемо есть бабла слишком длинный она бы не использовалась носителями вы в нас не верите но я просто знаете слишком много раз так сказать мои надежды не оправдывались ну за все время преподавания что я как бы ни в кого не верю так ну давайте так значит by вставляем место смыслового глагола до вставляем место смыслового глагола значит и всю форму копируем на би инговая форма значит be in вот так вот being а ага и в 3 вот так получается очень хорошо все справились заметь даже неожиданно значит так пожалуйста давайте придумаем что это за предложение для начала present continuous но в пассиве и как бы что это за предложение то ну дом дом сейчас строит но точнее дом сейчас строится если быть точным the house is being built или вы видели когда-нибудь в интернет магазинах например фразу ваш заказ обрабатывается когда-нибудь видели такое ваш заказ обрабатывается что-нибудь такое был то видели да когда-нибудь ну в интернете где-нибудь вы что-нибудь заказываю или где-нибудь не знаю макдональдсе ваш заказ обрабатывается или ваша посылка сейчас отправляется вот это вот ну пассив это пассиве обычно говорят в данную секунду в данную секунду действие точно так же как всегда просто на подлежащий направлен не заказ кого-то обрабатывает а заказ обрабатывается вот примерно английском примерно английскому давайте это и переведем ваш заказ сейчас обрабатывается и your order your order is ding process там не знаю вас сейчас допрашивают ну или майкан дать на английской возьмем майка сейчас допрашивают не знаю там его сейчас допрашивают ну или можно написать слишком сложное слово как слово вопрос только глагол да или у меня сейчас берут интервью не заходи у меня сейчас не отвлекай у меня сейчас берут интервью амбин ну и глагол интервью да интервью да типа не отвлекай между сгурд интервью ну или сейчас со мной проводят собеседование потому что интервью и глагол чайнови это не обязательно брать интервью это и собеседовать кого-то при приеме на работу одно и то же слово вот поэтому в общем интервью это не только у знаменитости берут но когда я пришел устраиваться уборщиком со мной тоже проводит interview вот то есть соответственно ну вот такие примеры past continuous пожалуйста формулу past continuous форму пожалуйста ну можно прямо из этой вывести чтобы уж не утруждать себя что мы делаем мы просто нагрузку меня в этой формуле на прошедшее время и все на этом собственно все сложности закончились до соответственно past continuous это точно так же в тот момент в середине дела ты мне когда позвонил я не стал отвечать потому что у меня брали интервью да вот ну или там я пришел в отель в 4 часа дня в 12 утра я вернулся в свой номер в отеле но мою комнату убирали мою комнату убирали в русском это они как бы убирали но в английском это желательно пассивом переводить мою комнату убирали поэтому я пошел в бассейн my room was being clean мою комнату убирали поэтому я ушел не смог допустим быть в комнате my room was being clean so i went to the pool вот такие пример ну в тот момент середине дела ну или регулярное на ограниченном промежутке времени вот допустим меня уволили в октябре это past simple это не континьюз меня уволили в прошлом октябре но тогда многих людей увольняли регулярно и но на ограниченном промежутке времени в прошлом в то время многих людей увольняли соответственно и радов ты был в арбе инфарда дат момент но здесь можно и симпл сказать и ларах ты был многие люди тогда многих тогда уволили можно сказать многих тогда увольняли регулярные на ограниченном промежутке времени и ладов пиво в арбе инфарда датом можно сказать просто много многие многих угольных people were fire но учтите вот я все это говорю в русском их уволили их увольняли это все актив в русском это просто с формальным подлежащим как бы они уволили людей а они увольняли людей в английском на самом-то деле говорят они да люди были уволены то есть в английском все пассивом переводится так формулы будущего континьюса нет континьюса в будущем формулы нет потому что она слишком большая и глупо звучит поэтому фьючер континьюс просто такого времени нет в пассиве минус одно время дальше present perfect пожалуйста формулу present perfect ну симплы вывели континьюса вывели ну будущего континьюса нет просто фьючер континьюса нет ну и придется как-то вам без него обойтись но я думаю никто горевать не будет то что никому это особо фьючер континьюс так не нужен вот в принципе о будущем времени можно вообще всегда говорить только фьючер симплом и проблем не будет только фьючер симплом или бега винти и все остальные все остальные три будущих времени можно вообще забыть и не применять никогда его вообще нет да его вообще нет то есть если вы вы видите его формулу и скажете то покрутит пальцем у виска потому что относитель такой формулы он примерно поймет что вы хотели сказать но он такой формулы не пользуется то есть он но как бы это для него звучит как сильно нестандартная вещь как самостоятельно как бы пожалуйста present perfect так ну что вроде у всех правильно что мы делаем берем би вместо смыслового глагола вставляем но всю форму надо скопировать на би смысловой глагол в третьей форме даже не верится как то что все правильно делают что то здесь не так значит надо всю вот эту форму скопировать на би то есть третью третью форму на би би в третьей форме это бин значит би вставляем сюда и он третью форму получает а смысловой глагол разумеется в третью форму это всегда так ну вот и получилось хэв бин и в три да вот это предновогоднее чудо да похоже на то потому что я давно такого не видел чтобы все без ошибок вывели формулу это как-то странно даже хэв бин хэс бин и в 3 то есть был и сделан на какую формулу это похоже на формулу какую известную нам это похоже но внешне я имею ввиду ну на перфект континиус да это похоже вот многие многие люди путают с перфект континиусом но перфект континиус актив чем он отличается тем что там был хэв бин делающим а это был сделанным да да там же перфект континиус кончается на причастие делающим я был красящим а здесь я был покрашенным разница огромна когда он кончается на в инк это значит что подлежащее выполняет действие когда он кончается на в 3 значит что на подлежащее направлено вот так вот так хорошо past perfect и future perfect две формулы пожалуйста пишите то же самое только past perfect и future perfect пожалуйста а то есть и и и и и и Так, так, так. Ну, past perfect. Had been и v3, конечно. Все то же самое, только не has have, а had been и v3. Вот и past perfect. Что там? Вот. Future perfect надо will добавить. Подлежащее плюс will. После модального глагола любого. А вот сейчас мы начнем, так сказать. Вадим, как вы думаете, Вадим, после любого модального глагола что идет? После любого модального глагола идет инфинитив. То есть вы не можете написать, да, невозможно, has, had, v3, ничего, это невозможно. Сначала пишется инфинитив. Вот. Что-то в инфинитиве. Вот я написал что-нибудь в инфинитиве. В данном случае это вспомогательный глагол в инфинитиве. will, have, been и v3. Вот. Значит, Дмитрий, то, что вы написали, это future simple. Не-не-не. Не future simple. Future perfect simple надо, да. Так. Вот will. Он отвечает за будущее время. Вот слово был. Ну, как в пассиве должно же быть be. Вот be в перфекте, да. Вот be, вот эти два слова. Have been, это be в перфекте. И вот v3, v3 этот элемент позволяет на подлежащее направить действие. Вот. Все. Формул perfect continuous тоже нет. Это последние были формулы. Всех perfect continuous всех вообще нет. То есть скольких времен нет всего? Сколько времен отсутствует? Спасибо. Четыре отсутствует. Нет всех perfect continuous всех трех perfect continuous нет. И нет future continuous. Четыре времени отсутствует. Да. Нет просто потому, что формулы неудобные. Только по этой причине. Так. Ладно. А теперь про present perfect. Мы, ну, не обсудили, как какие-то примеры предложений. Present perfect. Это те же самые пункты present perfect. Там, что было сделано за всю жизнь, за текущий период. Или новое важное событие. И так далее. Например, какие из стандартных примеров? Выбегает человек и кричит. Нас ограбили. В русском это актив или пассив? В русском языке. Нас ограбили. Звони полицию. Звони в полицию. Да. В русском это актив или пассив? В русском языке это актив. Ну, они нас ограбили. Да. Это не пассив. Это формальное подлежащее. Они нас ограбили. Да. Ну, как бы с формальным подлежащим. Ну, в русском это называется безличное предложение. И неопределенно личное. Вроде как есть, если быть точным. Вот. А в английском это скажут. Мы были ограблены. Мы были ограблены. А давайте в present perfect напишем, кстати. Мы были ограблены. А почему это будет present perfect? Перед тем, как мы напишем. Почему это будет present perfect? Человек выбегает. Нас ограбили. Звони в полицию. Почему это present perfect будет? Мы были ограблены. Это третий пункт. Расскажите нам, что случилось важное событие. Да. Пожалуйста, давайте оформим тогда. Так. Николай, у вас только написано. Ну, это опечатки, наверное, у вас написано. Мы к тому моменту уже были ограблены. Не к тому моменту уже были ограблены. Ну, с нуля такое писать, к тому моменту мы уже были ограблены, не стоит. Не к тому моменту, а мы были ограблены на сейчас, к настоящему моменту. Пожалуйста. Мы были ограблены. Были – это не только слово was, как вы знаете, а have been. Глагол грабить – это rob. Он правильный. Это правильный глагол. Ну, соответственно, we've been robbed. Давайте я лучше без сокращения напишу. We have been robbed. Да. Call the police. We have been robbed. Нет, не had been. Владимир, had been – это вот вы как Николай написали. К моменту в прошлом. У вас написано, мы на тот момент уже были ограблены. Не на тот момент. Я понимаю, что это, возможно, опечатки. Я сам иногда допускаю такие опечатки. Даже я иногда случайно. Ну, о чем-то задумался и там вместо буквы «С» написал букву «Д». Тем более, там, бывает, что рядом на клавиатуре. Но я вынужден это комментировать. То есть, даже если это опечатка, я вынужден ваше внимание обращать. Потому что я, мало ли, а вдруг это не опечатка? Я же не знаю. Вот. Поэтому вы, да, как бы вы и не… Значит, теперь. Какое еще можно сказать? Что еще можно сказать? Значит, допустим, давайте вот такой пример. Ваш рейс, ваш рейс отменили. Ваш рейс отменили. В русском языке это актив или пассив? Извините, ваш рейс отменили. Вам придется подождать, ваш рейс отменили. Ну, в аэропорту, допустим. В русском. В русском это актив. Они отменили. В русском это актив, да. Но в английском это будет переводиться «ваш рейс был отменен». То есть, ваш рейс был отменен. Ваш рейс был отменен в английском, напишут. То есть, пассиве. Хорошо. Так, какое время-то? Past Simple was cancelled или present perfect has been cancelled. Ваш рейс был отменен. Ну, к аэропорту прихожу, ко мне подходит сотрудник аэропорта и говорит, мы сожалеем, приносим извинения, но ваш рейс был отменен. Сотрудник аэропорта подходит, говорит, сожалею, но ваш рейс был отменен. С чего это Past Simple? Ну, как бы, не понимаю. Ну, то есть, на каком основании это Past Simple? Он рассказывает подробности какой-то ситуации, о которой я уже знаю? Он историю рассказывает? Вы знаете, почему вы поставили, хотите поставить Past Simple? Дайте угадаю. Знаете почему? Потому что вы увидели слово «был», не так ли? Не по этой ли причине? Задумайтесь, не кажется ли вам, что слово «был» и то, что оно ассоциируется у вас со словом «воз», что именно это повлияло на ваш выбор? Ну, а часто так бывает. Не забывайте, что «have been» это тоже «был». «Have been», «has been» это такое же слово «был» для носителя. Ну, вот, просто «был» в текущем периоде. «Был» или «есть». Ну, слушайте, давайте так. Сотрудник аэропорта. Скажем так, он придерживается официального стиля? На работе человек находится, с клиентом с вами разговаривает. Он придерживается официального стиля? Ну, вероятно. Да. Значит, он соблюдает правила. Окей. Хорошо. Это может быть третий пункт? Может, он третьим пунктом вам это подходит рассказать о том, что случилось важное событие? Подходит это под третий пункт? Ничего не мешает третий пункт поставить. Представляете, что случилось? У вас рейс был отменен. Подходит это под третий пункт. И под второй подходит. Ваш рейс на данный момент сейчас отменен. Да. Под второй, ну, в первую очередь, конечно, третий пункт. Рассказать вам, что случилось. Оповестить человека, что случилось важное событие. Вот. Вполне подходит. Под симплом. Это может быть в американском разговорном английском. Да, может быть. Ну, если просто, допустим, не сотрудник аэропорта к вам подходит, а просто, допустим, вы встретили друга, говорите, а чего ты еще до сих пор не улетел? Он говорит, да мой рейс отменили. My flight was cancelled. Но сотрудник аэропорта, как бы, ну, все-таки, наверное, соблюдает полные правила. Давайте-ка мы все-таки в present perfect напишем. Рейс был отменен. Пожалуйста. Ваш рейс был отменен. Глагол cancel. Отменить. Рейс это flight. Ваш рейс был отменен. Ваш полет был отменен. Пожалуйста. Да. Присылайте. Да, Елена, так можно тоже. Только у вас написано не отменен, Елена, а задержан. Отложен на время. А cancel это именно отменить. А delay это на время, как бы, задержать. Ну, это неважно. Это, как бы, какая разница. Ну, я имею в виду, мы пассив проходим. Можно хоть какой-нибудь еще другой глагол написать. Хоть там был уничтожен. Главное, чтобы это... Елена Шабурова у вас написано. К тому моменту рейс уже был отменен. Елена Шабурова, вы не подскажете, к какому тому моменту? Потому что у вас так написано. У вас написано had been. Had been носителем воспринимается. К тому моменту уже был отменен. Может быть, это опечатка. Я не знаю. Но я вынужден исправлять такое. Потому что я же... Не знаю, почему так написано. Может, вы сознательно так пишете. Потому что кто-то, бывает, что опечатка, допускает букву S и D, допустим, легко спутать. Это нормально. А кто-то на полном серьезе пишет к тому моменту в прошлом. И чтобы, как бы... Я вынужден, так сказать, исправлять все время такое. Значит, ладно. Your flight has been cancelled. Сделали. Вот present perfect. Спасибо. Ну, допустим, или... Допустим, такое. Произошел какой-нибудь взрыв на заводе. И людей спасатели достают из-под обвалов. Из-под обвала. Из-под, ну, как бы, здания. И в новостях сообщают. Сейчас спасатели работают. Пока что было спасено 20 человек. Здесь какое время? Было спасено 20 человек. Спасатели сейчас работают. Было спасено 20 человек. Здесь как скажут? Было спасено 20 человек. Past simple. Were rescued. Или have been rescued. Пока что было спасено 20 человек. А почему present perfect? А почему present perfect? Не понял. Почему? Я же вижу слово было. Мне кажется, это was. Почему present perfect? Потому что спасатели работают еще. Потому что работа ведутся по спасению. Поэтому это текущий период. Это как курс идет. Значит, за время курса, что мы изучили в present perfect, я могу говорить. Мы бы прошли 20 тем за время курса, который идет. Значит, в present perfect прошли. Курс закончился. Фраза мы прошли 20 тем уже в past simple. Спасли 20 людей, пока спасают, а до на сегодняшний день. Это в present perfect. Когда работы все закончили по спасению, значит, уже в past simple всего было спасено 20 человек. Тогда, когда спасали. А работы еще ведутся по спасению. Значит, в present perfect. Первый пункт. Первый пункт за текущий период, конечно. Все еще спасают. Давайте напишем. 20 человек было спасено на сегодняшний день. И может еще будет глагол rescue. Спасти, да? Это правильный глагол. 20 человек. 20 people, да? 20 people. Было спасено. Были спасены. Были придется как have been. Не was. Не were здесь. В данном случае. Но если, если спасательные работы закончились уже, прекратились, не только что прекратились, а в принципе прекратились, все, ситуация уже, завалы все разобрали. И теперь рассказывают историю. Там был взрыв как-то раз, значит, неделю назад. Спасатели начали разгребать завалы. Да, и, соответственно, 20 человек было спасено в тот момент. Всего. Всего. Не на сегодняшний день, а всего 20. 20 people were rescued в таком случае. У нас на сегодняшний день 20. И может измениться ситуация. Да, то есть еще спасают. 20 people have been rescued. А может и не изменится, кто его знает. Но на сегодняшний день пока что 20. Еще спасают. 20 people have been rescued. Так. So far можно написать, да, в конце. So far. Окей. Так, так, так. Давайте сделаем из roundup простые задания на пассив. Значит, поначалу задания, ну, там даже время выбирать не придется. Но это только сегодня такие задания будут, к счастью. Ну, потому что только начали тему. Там не придется выбирать время, а просто придется из актива перегонять в пассив. Вот. Ну, ой, секундочку. Я открою, но если вы хотите сами открыть, это страница 90. Два. Вот. Нужно просто предложение в разных временах. Времена уже даны. Просто перегонять в пассив. Так, так, так. Включил, поехали. Значит, вот первое предложение. The gardener has planted some trees. Садовник посадил несколько деревьев. Смотрите, это британский учебник. Написано в Present Perfect. Кстати, есть идеи, почему? Вот здесь вот. То есть, есть идеи, какой-то контекст должен быть, чтобы... Что человек пытался сказать, этот британец Present Perfect. То есть, в какой-то ситуации говорят такое. Садовник посадил несколько деревьев в Present Perfect. Они растут? Не, это... Нет. Если они растут, это не означает, что я должен в Present Perfect говорить посадил. Совершенно не означает. Не, вы, наверное, имели в виду, чтобы был текущий период, вы хотите, чтобы был первый пункт, текущий период, тогда он должен еще сажать. То есть, ему дали две недели на посадку деревьев, прошла неделя, и я говорю, он уже посадил несколько деревьев. За то время, пока мы ему отвели, и у него еще есть некоторое время. Вот текущий период. То, что они растут до сих пор, это не дает текущий период. Он должен еще заниматься этим делом. Вот, если вы на первый пункт намекали. Значит, значит, так, давайте проверим, какие варианты подходят сюда. Может ли это быть первый пункт за всю жизнь? За всю жизнь, может быть? Ну, маловероятно. Это очень какое-то слабое достижение. Ну, как бы, вряд ли он садовник, и при этом, да, за всю жизнь всего несколько деревьев посадил. Но, если бы это было за всю жизнь, то тут бы, наверное, так бы и написали, всего лишь три дерева он за всю жизнь посадил. То есть, у него настолько мало опыта. Ну, какой-нибудь акцент бы на этом сделали, что всего лишь несколько деревьев. Это не за всю жизнь, да. То есть, тут написали бы либо всего лишь несколько деревьев, либо миллион деревьев. То есть, как-то подчеркнули бы, что либо очень мало, либо очень много. Вот. Дальше, может быть это просто за текущий период, что уже сделано, как бы он уже посадил несколько деревьев, вот это может быть. То есть мы наняли садовника неделю назад, и ко мне приходят и говорят, так, ну что, как прогресс? Я говорю, ну он уже посадил несколько, могу сказать, то есть с тех пор, как мы его наняли, на сегодняшний день он уже несколько посадил. Это может быть первый пункт, но не за всю жизнь, а вот с тех пор, как мы его наняли, с тех пор, как он начал работать, он уже несколько посадил. То есть я хвалю его, что он уже сделал за текущий период. Может быть это. А может ли это быть третьим пунктом? Как вы думаете, третьим пунктом это может быть? Может, то есть там, допустим, семья аристократов и муж приходит к жене и говорит, представляешь, наш садовник посадил несколько деревьев, может быть. Знаешь, что случилось? Садовник несколько деревьев посадил, здорово. Может быть, вторым пунктом. Насчет второго, не знаю, мне как-то не приходит в голову контекст, как бы такой, ну где нужно сказать, деревья посажены, у нас в саду посажены деревья. Ну, может быть и вторым, но это ближе к третьему. Ну, и это либо первый пункт за текущий период, что он уже успел сделать, похвалить его, да, что он уже успел добиться. Не за жизнь, а с тех пор, как мы его наняли. Либо это, вероятно, новое важное событие, я сообщаю. Наиболее вероятно такое. Вот. Это не за всю жизнь, и второй пункт, ну, тоже тяжело придумать. Вот. И сад теперь засажен. Ну, не подходит, типа, засажен, потому что здесь несколько деревьев всего. Ладно, давайте второе сделаем, нам надо фассив перегнать. Доктор Браун даст тебе некоторое количество совета. Почему я так перевел некоторое количество, some advice? Потому что advice неисчисляемая вещь почему-то. Слово совет, в русском оно исчисляемое. Один совет, два совета в английском, advice неисчисляемая по какой-то причине. Ну, люди по-другому просто это видят. То есть совет, как вода какая-то. Да, как вещество, как каша, как песок. Вот. Поэтому он неисчисляемый для них. Так же, как, кстати, слово новости. Тоже неисчисляемое. Слово news. Как говорят, I have some news. Это news, это не множественное число. Да, там буква F в конце news. Это не множественное число. По-британски это произносится как news. В американском не произносит. You, там, news. В итоге, это, да, новости тоже неисчисляемые. То есть нельзя сказать, у меня две новости. Two news. Либо два кусочка новостей, надо говорить. Two pieces of news. Или два кусочка совета. Two pieces of advice. Вот. Если надо сказать один совет, надо сказать один кусочек совета. A piece of advice. Кусочек. Ну, давайте я напишу. A piece of advice. Вот так вот будет один совет. Вот так вот, ну, это частый способ делать из неисчисляемых исчисляемые. И один кусочек чего-то. A piece. Но дело в том, что это может очень неожиданно использоваться. Ну, например. A piece of legislation. Сейчас я поясню, что такое legislation, если вы не знаете. Was, допустим, was discussed. Обсуждалось на прошлой неделе. Was discussed last week. Legislation – это законодательство. Что значит a piece of legislation, как вы думаете? Кусочек законодательства. Был обсужден на прошлой неделе. Законодательство – неисчисляемая вещь. Что такое кусочек законодательства? Это имеется в виду один закон какой-то, да. Хотя есть слово закон, да. Ну, как бы какой-то один закон или какой-то один нормативный акт, что-то вот типа того. Кусочек законодательства. Вот так часто делают, что может быть один параграф, да, один пункт какой-то. Я не знаю в точности, что подразумеваю. Ну, я не юрист, потому что я не очень понимаю, что в точности подразумевается. Но в целом, да, примерно один закон какой-то. Одно правило какое-то. И так используется очень неожиданно. Кому придет в голову сказать кусочек законодательства или кусочек совета, да. Ну, я понимаю, если там хлеб, кусочек хлеба, это понятно. Хлеб неисчисляемый, кусочек хлеба, дай мне один кусочек хлеба. Но кусочек законодательства и кусочек совета и кусочек новостей, это очень неожиданно. Но, тем не менее, это нормально, так и разговаривают. Вот. Чтобы, ну, считать неисчисляемые вещи. Ну, да ладно. Доктор Браун даст совет. По-русски в пассив можно? Чтобы... Мы будем по-русски сначала делать, чтобы было... Чтобы привыкнуть. Доктор Браун даст совет. По-русски. Надо взять объект, сделать подлежащим и дальше бей в 3. Как по-русски звучит пассив? Доктор Браун даст совет. Делаем пассив. По-русски. Как он звучит? Надо по-русски. Ну, если вы начинающие, это обязательно, это не обсуждается. То есть, вы можете по-русски не писать, если у вас много опыта. Если вы проходили пассив уже раньше когда-нибудь. Совет будет дан. Совет будет дан. Вот так пассив. Совет будет дан. Да, вот так по-русски. И вот почему я по-русски прошу? Потому что, почему я по-русски прошу строить в пассиве. Совет будет дан. Чтобы, ведь в русском мы чаще не в пассиве говорим, а с формальным подлежащим. В русском нужно строить в пассиве для учебных целей. Чтобы не забывать BV3 писать в английском. Совет будет дан, пожалуйста. Пишем на английском. Совет будет дан. Тебе не пишите. Можете написать доктором Брауном в конце, но не пишите тебе. Если хотите написать тебе, придется написать to you. Совет будет дан. Либо не пишите кому, либо тогда, если надо написать тебе, то придется написать to you. Позже мы разберемся когда-нибудь, почему так. Some advice, совет, немного совета, на несколько советов. Будет дан. Will be given. Совет будет дан. Will be given to you. By Dr. Brown. Почему все время By пишут в конце? Ну, By передает творительный падеж кем-чем. Поэтому Dr. Brown. Поэтому By дописывают. Чтобы не написать. Тебе, доктор. Совет будет дан тебе, доктор Браун. А совет будет дан тебе, доктором Брауном. Поэтому By добавляют, чтобы Dr. Брауном получилось, чтобы творительный получился падеж. Вот. А можно вообще и не писать ничего. Это необязательная часть. Вот. Хорошо. Третье. A famous designer will redecorate a hotel. Знаменитый дизайнер, какой-то один, передекорирует в будущем отель. По-русски, пожалуйста. По-русски. Здесь по-русски обязательно писать. Первые несколько уроков. Без этого никуда. Потому что нужно привыкнуть не забывать BV3. Надо привыкнуть к этому сочетаниям BV3. Дизайнер передекорирует отель в будущем. По-русски. Отель. Берем объект. Объект это отель. Делаем подлежащим. Отель. И дальше BV3 всегда. BV3 или ся. Отель будет передекорирован. Владимир М. Нет. У вас не пассив получилось. То, что вы написали, это не пассив. Это формальное подлежащее. В пассиве должно быть BV3 всегда. Или ся. Других вариантов нет. Мы в русском языке перестраиваем предложение так, чтобы оно было близко к английскому. То есть тоже в пассиве. Подлежащее BV3. По-другому никак. Или в крайнем случае ся. Отель будет передекорирован. Будет передекорирован. Вот так близко к английскому. Значит мы так и в русском формулируем. Пожалуйста. Отель будет передекорирован. Подлежащее. Отель. Будет. B. И передекорирован. В3. Полное, практически полное соответствие с английским языком. Мы для этого и делаем. Чтобы. Мы на русском сочиняем так, чтобы ближе к английскому было. Владимир спрашивает. Как будет. Тобой будет получен совет от доктора Браун. Говорит Владимир. Владимир. Можно слово ты взять как подлежащее? Ты будешь дан совет. Можно. Просто пока это рано обсуждать. Но в предыдущем предложении, ведь, ну сейчас мы к этому вернемся. Алекс 64. Напомните, пожалуйста, после модального глагола, что должно быть написано? Единственный вариант. Единственное, что можно написать после модального глагола. Алекс 64. Напишите, пожалуйста. Я жду. Алекс 64. После модального глагола. Единственное, что можно написать первым делом. Первое слово, которое идет после модального глагола. Единственное. Это глагол в инфинитиве. Вы не можете написать ни в 3, ни в инг, ни прилагательный, ни существительный, ни предлог. Ничего. Только инфинитив. Если вы после модального глагола пишете что-то кроме инфинитива, это сразу можно стирать. Это гарантированно неправильно. И это нарушает все законы языка. Даже русского. Это даже законы русского языка нарушает. Не то, что английского. И многих других языков. Может быть написан первым делом только инфинитив. После модального глагола. Смысловой глагол в инфинитиве. Или вспомогательный глагол в инфинитиве. Но в инфинитиве. Слово ben это в 3. Это никак не инфинитив. Это в 3. Это третья форма, как она там могла оказаться. Так. Значит, Игорь Соловьев. Вы не ту формулу использовали. Не понял, зачем. Ну, вы написали к моменту в будущем. К тому моменту отель уже будет передекорирован. Простите, к какому тому моменту. Такой вопрос как бы. The hotel. Не к тому моменту в будущем. А просто в будущем будет передекорирован. The hotel will be redecorated. А зачем к тому моменту в будущем уже будет передекорирован? Ну, если здесь был бы в контексте какой-то момент в будущем, можно было бы написать. Alex64 тоже не понял, зачем вы написали. К тому моменту в будущем отель уже будет передекорирован. Значит, друзья, давайте внесем ясность. Alex64, Игорь Соловьев и, если кто-то еще не понимает. Какое время в оригинальном предложении? Просто посмотрите. Вот подлежащее. Дизайнер. Вот will. Вот инфинитив. Какое это время? Это future simple. Это первый урок курса. Первый. Я не вру. Это предложение уровня первого урока курса. Дизайнер передекорирует. Подлежащее, will и инфинитив. Вот это future simple. Значит, когда мы построим это предложение в пассиве, оно тоже должно быть в таком же времени. Без изменений. Вы не имеете права менять время. Был future simple, значит, вы должны во future simple построить. Ни в коем случае никогда время менять нельзя. Какое было, такое остается. Только предложение по-другому построено. С другой формулой. Время то же самое. Был future simple, будет future simple. Был present perfect, будет present perfect. Никаких изменений. В точности надо вот использовать то время, которое было. Пожалуйста, четвертый. Стивен Спилберг. Стивен Спилберг directed ET. ET это название фильма. Как перевести direct в глагол? Есть идеи? Как перевести direct? Ну, в данном контексте я имею в виду. Так-то вообще это направлять, да? Направлять кого-то. Директор тот, кто направляет. Ну, в данном контексте. Ну, директировал это не по-русски. Если мы занимаемся, допустим, литературным переводом, то как правильно это перевести? Чтобы нам, как сказать, хорошо, если мы переводчики, чтобы нам хорошо заплатили за перевод, мы не имеем права перевести, как директировал. А снял. Вот так надо это перевести. Либо снял, либо срежиссировал. Вот так это и переводится. В титрах никогда не видели? Film director. В титрах никто никогда не видел? Film director. Первым делом пишут. Или в кино пишут directed by. Снято кем-то. Или film director. Film director это почему? Кто это такой? Его всегда первым делом пишут в титрах. Film director. Кто же такой человек, что его первым делом пишут? Директор фильма кто это такой? Это режиссер. Это не директор фирмы, а по-русски режиссер. Поэтому везде первым делом в титрах он идет в основном. Ну, вот так вот. E.T. это название фирмы по-русски перевели как сверхъестественное. Ну, это, по-моему, extra-terrestrial, внеземное, если дословно. Пожалуйста. По-русски. Спасибо. Стивен Спилберг снял E.T. Можно вместо E.T. написать тот фильм. По-русски. Стивен Спилберг снял фильм. Фильм был снят Стивеном Спилбергом. Все правильно. Мало кто прислал по-русски. Фильм был снят Спилбергом. Ну, можно кратко. Фильм был снят. Мне главное просто, чтобы было подлежащее BV3. Не обязательно все слова переписывать. Три слова хотя бы. Подлежащее BV3, чтобы было. Остальное можете на русском и не присылать. Главное вот этот набор. Фильм был снят. И все. Пожалуйста, присылайте на английском. Фильм был снят. И когда вы пришлете, объясните, почему это не Present Perfect. И можно ли поставить здесь Present Perfect. Если нельзя, объясните, почему это только Past Simple. И если можно Present Perfect, объясните, почему можно Present Perfect. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Так. Нельзя Perfect, потому что эти съемки уже закончены, говорит Юлия VF. Юлия, а вдруг... Ну, это вы сказали... Юлия, это объяснение подходит... Оно запрещает поставить первый пункт. Юлия. То есть съемки уже закончены. Это запрещает нам поставить первый пункт. Но это может быть третий. Рассказать о том, что случилось важное, новое, важное событие. Так, 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 так. Дайте посмотрим, у кого есть... Роман Александрович говорит, прошедшее время был снят. Ну, Роман, ну, слушайте. Вы знаете, что такие объяснения у нас не принимаются. Вы знаете заранее, что я с таким не соглашусь. Ну, я так могу про все сказать. Прошедшее время, значит, по-симпл. Ну, а Present Perfect это что, не прошедшее время? Present Perfect это же прошедшее время. Что, единичные действия в прошлом, которые случились уже. Это вы знаете, что я такие объяснения не соглашаюсь. Кстати, Роман, напомню. Я в таких случаях, ну, ты знаешь, вот что. Если бы я так объяснял, люди ко мне на курс бы не ходили заниматься. Если бы я так объяснял. Так, значит, Вадим, объяснение правильное, то, которое нужно. Евгений Попов, правильно. Ну, Вадим и Евгений Попов на 95% правильно. Можно было чуть еще уточнить. Андрей Цветков, абсолютно правильно, да, очень хорошо. Игорь Соловьев, правильно практически полностью, можем чуть-чуть уточнить. Елена Кравченко, нет, с таким объяснением не очень согласен. Ну, то есть, нет, здесь, вы знаете, объяснение, оно более точно можно рассказать. Так, Леся. Ну, практически правильно, можно еще кое-что добавить. Виктория говорит, ни один пункт не подходит. Ну, а вдруг это новое важное событие? Может, это третий пункт, Виктория. Разве третий не подходит? Николай, правильное объяснение, да. Ну, можно, конечно, еще чуть-чуть добавить что-нибудь. Так, ну что, вот вопрос такой, может ли это быть по-разному перфектам? Значит, ну, давайте разбираться, это очень важно. Значит, ну, понятно, что это не первый пункт, потому что, ну, действительно, здесь нет текущего периода. Я не рассказываю, что уже сделано, что с фильмом уже сделали за этот год, да. Здесь нет текущего периода, это не первый пункт. Вот. И не рассказываю, что с фильмом произошло уже за его жизнь. Тут такого тоже нет, да. Я не говорю, что этот фильм уже, что там с ним только не случилось. И он, его и Стивен Спилберг снимал. И этот фильм уже запрещали в прокате. И этот фильм уже получал пять Оскаров. Чего он только за всю жизнь этот фильм, что с ним только не сделали, с этим фильмом за всю его жизнь. Это бессмысленно. Ну, здесь не рассказывается, что с фильмом сделали за всю жизнь фильма. Почему за всю жизнь фильма? Потому что он подлежащий. Да, понимаете? Не Стивен Спилберг подлежащий, а он подлежащий. Поэтому за его жизнь, что как бы с ним сделали, а не за жизнь Стивена Спилберга, что Стивен Спилберг сделал. Да, потому что Стивен Спилберг не подлежащий здесь. Это не за всю жизнь, не за текущий период, и не второй пункт, но, может быть, это третий пункт. Может, это новое важное событие. Ну, что ж, давайте разберемся. Если это третий пункт, то о чем я расскажу, если это третий пункт? Я расскажу о том, что событие такое произошло. Фильм снят, наконец-то. Ну, вот теперь вопрос. Нужно ли мне собеседника оповести о том, что этот фильм наконец-то снят? Как вы думаете? Давайте на примере наших каких-то фильмов. Давайте мы возьмем фильм. Я недавно посмотрел фильм «Ставский советник». Вы слышали такое название фильма российского? «Ставский советник». Вы слышали такой фильм российский? Не обязательно. Название слышали просто или нет? Кто-то слышал, кто-то нет. Хорошо. Вот есть фильм «Ставский советник». Теперь вы знаете, что такой фильм существует. Нужно ли мне, на моем месте сейчас, вам рассказать о том, что этот фильм сняли? Представляете, что случилось? «Ставский советник» сняли? Ну, если вы знаете о существовании этого фильма, мне и нужно рассказать о том, что его уже сняли. Зачем? То есть, да. Ну, здесь вот над чем надо задуматься? Я своим предложением хочу рассказать о том, что фильм наконец-то сняли? Или я хочу рассказать подробности, кто его снимал? Подробности рождения фильма? Что считаете? Я что хочу рассказать? Подробности, кто его снимал? Или мне нужно оповестить собеседник о том, что фильм снят наконец-то? Подробности рождения или о том, что фильм сейчас снят? Здесь вот такой выбор. Что делать? Оповещать о том, что фильм снят, нужно человеку только в том случае, если он не знает о существовании этого фильма. Только в этом случае. То есть, если по моему мнению, как по моему мнению я говорящий, если по моему мнению собеседник не знает о существовании этого фильма, тогда мне надо оповестить, что... Представляешь, какой фильм сняли? Но учтите, что третий пункт present perfect, помимо этого, подразумевает, что все-таки это недавно произошло. Ну, например, я не могу... Ну, как вот так оценивать? Допустим, представляете, я прихожу на урок и решил рассказать про революцию 17-го года. Или какого там года. Я говорю, представляете, революция случилась. Я могу это подать, как вот так? Прикиньте, что произошло. Можно это так подать? Учитывая, что я рассказываю про революцию 17-го года. Или какого-то там... Ну, в общем, я не очень хороший в истории. Не могу я подать, как это... Представляете, что случилось? Потому что, ну, третий пункт предполагает, что вы рассказываете про недавние какие-то события. Ну, или, допустим... Ну, могу я, допустим, сказать... Представляете, Советский Союз распался. Представляете, что случилось? Советский Союз распался. Слышали? Можно так, как вы оцените? Так можно разговаривать? Это имеет смысл? Представляете, что случилось? Советский Союз распался. Прикиньте. Ну, нет. Это не имеет смысла. Почему так не имеет смысла говорить? Вот, например, в Present Perfect я не скажу, Советский Союз распался. Вот, третьим пунктом. Не скажу. Почему? Потому что, ну, это уже слишком давно было. Да? То есть, вот эти вот... Ну, произошло новое важное событие. Предполагается, что, ну, относительно недавно. Да? Про какие-то давнишние события, которые еще вдобавок всем известны, ну, не получится так рассказать. Вот. И еще дело в том, что третий пункт делает акцент на том, что... Рассказать о том, что произошло событие. Когда мне надо рассказать, кто его сделал, это Past Simple. Как его сделали? Past Simple. И так далее. Рассказать только о том, что недавно произошло новое событие важное. Только об этом. Вот. Если идет уже обсуждение, кто сделал, как, когда, зачем, это все Past. Потому что... А почему это Past? Ну, потому что я рассказываю, вот когда фильм сняли, кто это сделал? Стивен Спилберг или это сделал там Михалков? Или кто-то еще, да? Или какой-то другой режиссер. Вот. Я рассказываю подробности момента рождения фильма, когда его снимали. Ну, хорошо. А вот, допустим, такой пример. Я посмотрел РЕН-ТВ и узнал, что вот пирамиды построили инопланетяне. Не египтяне, а инопланетяне. Прихожу к вам и говорю, представляете, пирамиды были построены инопланетянами. Вот это как мне оформлять? Past Simple или Present Perfect? Третий пункт Present Perfect? Пирамиды были построены инопланетянами. Или Past Simple? Хорошо, почему третий пункт вы считаете? Некоторые написали третий пункт. Я не знаю, правильно это или нет, почему вы считаете третий пункт? На каком? То есть, что? Что я пытаюсь сказать? Какова цель высказывания? Рассказать о том, что произошло важное событие. Я правильно понимаю? Слушайте, нет, слово новость я не говорил. Я пытаюсь по-вашему рассказать о том, что произошло важное событие. Так? Когда я писал пункты, я подчеркнул слово произошло. Суть третьего пункта рассказать о том, что произошло событие. Не о событии, не его детали, а только о том, что оно вообще произошло тут недавно. Прикинь, что произошло. Это именно такой смысл. Если я оформляю вот это предложение третьим пунктом, получается, что я вам рассказываю. Представьте, что случилось? Пирамиды построили. Мне нужно об этом вам рассказать? Представьте, что случилось? Пирамиды построили, теперь пирамиды есть. Мне нужно об этом рассказывать? Потому что именно на этом сделать акцент в третий пункт. Мне нужно это вам сообщить? Пирамиды построили, они существуют. Потому что, еще раз повторю, третий пункт, ключевое слово, рассказать о том, что событие новое произошло. Не о самом событии, а про третий пункт, рассказать только о том, что оно случилось. Представьте, что случилось тут на днях. Пирамиды были построены. Ну, если я рассказываю, извините, если я рассказываю про... Ну, если я это расскажу про Презент Перфекте, подумают, что какие-то другие пирамиды не египетские, ну, а в Подмосковье, допустим, высадились инопланетяне, недавно и построили пирамиды. Вот в таком случае, да, это третий пункт. Представьте, что тут случилось? Высадились инопланетяне и построили пирамиды в Подмосковье. Ну, это действительно третий пункт. Почему? Потому что вы не знаете о том, что событие такое вообще было, о том, что такое событие случилось. Я вас оповещаю, это случилось. Представьте, что случилось. Когда мы говорим про египетские пирамиды, я не могу вас извести о том, что... Представьте, что случилось, их построили. Вы и так знаете, что их построили. Друзья, мы... Слово новость, мы не оперируем словом новость. Я никогда слово новость не говорил. Я давно перестал его говорить. Ну, уже, не знаю, год назад я исключил это из, так сказать, терминологии. Потому что, нет, нет, это можно неправильно истолковать. Еще раз, третий пункт рассказывает только о том, что это случилось. Вот. Поэтому, когда я говорю, пирамиды египетские были построены, не важно, что я скажу, инопланетянами, викингами, египтянами, древними греками, шумерами, кем угодно, архитекторами. Суть не важна. Не важно, что я напишу, суть одна и та же. Я рассказываю, вы и так заранее знаете, что был момент, когда пирамиды построили, вы и так это знаете. Потому что пирамиды египетские существуют, это все знают автоматически, что они существуют. И вы рассказываете про моменты их строительства. Если они существуют, у них автоматически есть момент, когда они родились, как у любого предмета. Любой предмет существует, у него есть момент, когда он родился. И когда я рассказываю, пирамиды были построены египтянами, инопланетянами, викингами, кем угодно, неважно, насколько бредовую информацию я сообщаю, я все равно рассказываю, как они были построены, подробности их рождения, и это по-симпл, независимо от того, насколько чудная информация. И потому что цель высказывания не поменяется, да, чтобы я там не рассказал, хоть дельфинами они были построены, и цель-то высказывания одна и та же, не оповестить о том, что появились пирамиды, а рассказать подробности уже существующего, подробности появления пирамид. Present Perfect мне пригодится только если я хочу оповестить о появлении пирамид, о том, что случилось такое событие, их построили. Вот так. Вот говорит, археологи доказали, говорит Елена Кравченко, вот фразу археологи доказали, можно поставить в Present Perfect, доказали или археологи обнаружили, вот этот глагол, конкретно вот этот, можно поставить в Present Perfect, потому что то, что археологи обнаружили, а то, что они сделали это действие, обнаружили, собеседник не знает. И это можно поставить в Present Perfect, представляешь, археологи обнаружили, это можно поставить в Present Perfect, собеседник не знает, что археологи обнаружили. Я ему говорю, представляешь, что это случилось? Археологи обнаружили. А вот дальше пирамиды были построены, и все равно это все равно будет в Pass Simple, потому что я рассказываю про подробности рождения пирамид. Вот так, вот еще раз, третий пункт, он только сообщает о том, что событие произошло, только об этом. О том, что пирамиды были построены, знает любой человек, любой. Ну и тем более, что третий пункт, мало того, что он рассказывает только о том, что событие произошло, только об этом. Вот именно такой смысл. Представляешь, что случилось здесь? Вдобавок, это еще только про недавние события. Вот, то есть, вот под эту такую фразу, представляешь, что случилось, не подходит событие 20-летней давности. Я не могу вам сказать, представляете, друзья, какая у меня для вас новость, представляете, что случилось? Я 11 класс закончил. Говорит, Дмитрий, а когда? Что значит 11 класс закончил? Ну, я говорю, ну, 12 лет назад. Ну, как бы, да, не подходит. Представляете, я, не знаю, там, я перешел в пятый класс. Когда? Ну, как, когда? Ну, когда в школе учился давно, там. Вот, то есть, давнишние события не получится подать вот так, представляешь, что тут произошло. Вот. Ну, 70-летний человек не может подойти к своим друзьям и сказать, представьте, у меня сын родился. Значит, скажешь, да ладно, ну да, ему 38 лет уже. Не получится. Или, как вы считаете, или получится. 70-летний человек. Может, к своим друзьям, пенсионерам прийти и сказать, представьте, у меня сын родился. Да ладно, правда? Ну да, Василий, ему 38. Можно это подать, как случилось важное событие? Нельзя. Даже если они не слышали про этого сына, все равно нельзя сказать, что он родился. Представляете, что-то случилось, сын родился. Потому что подумают, что это недавно произошло. Ну, если ему 38 лет, нельзя подать, как недавно тут случилось событие. Вот если он недавно родился, тогда можно. Вот. Все, на этом все на сегодня. Надеюсь, я прояснил третий пункт, друзья? Прояснил третий пункт? Вот, например, фраза, рейс был отменен, рейс, ваш рейс был отменен. Это третий пункт. Потому что я стою в аэропорту, я не знаю о том, что рейс отменили. Я не знаю, что такое действие сделали. Я не знаю, я думал, что с рейсом все в порядке. И мне приходит человек, сотрудник аэропорта, и сообщает. Тут случилось действие. Отменили. Про то, что пирамиды построили, я знаю. Ну, они же существуют, я знаю, что их построили. Про то, что рейс отменили, я не знаю. Я не знаю о том, что это действие совершено. Меня извещают, действие случилось. Отменили. Что с домашкой? Не знаю. Формулы выпишите. Ну, что-нибудь придумаем. А вы сделали 50 предложений на все времена? Ну, сделайте. Я не верю, что кто-то уже сделал. Сделайте для начала 50 предложений на все времена. Ну, да. Вот. И выпишите формулы пассива. Но я могу из Мерфи задать кому. Ну, в Мерфи там такие задания, они как бы... Ну, давайте из Мерфи что-нибудь зададим. Они... Ну, вы увидите. Они не заставляют думать. Там, поскольку в Мерфи там нет русского языка, поэтому, ну, там в основном задание сводится к словам просто. К использованию формул пассива. Там даже времена особо выбирать не надо. Это 38-й юнит... Нет, не 38-й, 40-й. Ну, давайте... Юнит 40. Давайте посмотрим. 40-й давайте вы сделаете. Начнем с 40-го. Да, сделайте 40-й и сделайте 50 предложений на времена. Вот. Если у вас не доделан Excel, доделайте Excel. Ну, 40-й юнит это... Это просто. То есть, там на знание слов в основном. То есть... Нет, он будет просто тем, кто хорошо, кто много слов знает. Кто мало слов знает, будет непросто. То есть, там... Ну, вы увидите, там на знание слов. И все. Я начал пробовать переводить с русского на английский, говорит Дмитрий. Это окей? Это вопрос или нет? Нет. Нет. Это окей, конечно. Ну, Excel весь на этом построен. Разве нет? Если вы... Ну, да. Ну, конечно. Это, ну, само собой. Это как раз именно то, чем надо заниматься поначалу. Поначалу. Ну, без этого никуда, потому что... Потому что... Поначалу. Со временем это отпадает, когда вы хорошо научитесь. Дело в том, что почему надо на английский переводить? Чтобы научиться выражать свои мысли на английском языке. Дело в том, что, конечно, современные модные тенденции в преподавании языка это осуждают. То, что это, ну, как совсем какая-то старинная, всякие глупые старики это придумали, переводить, это все в прошлом. На самом деле, ничего это не в прошлом, это необходимая база, и без этого, ну, невозможно нормально учить. Ну, скажем так, это сильно ускоряет дело, если вы массово, то есть много переводите на английский язык. Значит, здесь какой альтернативный вариант? Можно, конечно, сразу составлять на английском, но это... Ну, на бумаге хорошо звучит, на деле это, конечно, я не видел человека, которому это под силу. То есть, который учит язык незнакомый и не переводится своего, а сразу формулирует мысли на английском. Я такого человека не видел, то есть, ну, формулировать мысли на английском вы можете, когда у вас много опыта, когда вы много раз уже это делали. Но если вы ни разу это не делали, сразу, ну, без перевода, я не знаю, это, по-моему, невозможно, в принципе. Таких людей я не видел. Ну, слушайте, я человек явно со способностями к изучению, не к преподаванию, но точно к... Ну, мне легко учить английский язык, всегда было очень легко, мне легко это все давалось. Ну, вот. Ну, знаете, даже я как бы не мог с нуля выражать свои мысли на английском. Я даже переводил по началу. Вот, поэтому здесь без этого никак не обойтись. Это тренировка говорения. Просто облегченная версия. Поначалу это во многом даже лучше, чем говорение, потому что говорить вы не можете столько, сколько вы можете переводить. Ну, то есть, вы, ну, вы не можете два часа в день говорить, пять дней в неделю. Ну, да такого не бывает, надо, чтобы человек был очень заинтересован, или у него все время был собеседник. Самостоятельно никто столько говорить не будет, да даже с собеседником. Просто силы быстро кончаются. Потому что поначалу говорить на английском языке для некоторых людей это очень сильно, много это сил отнимает, много фокуса, внимания отнимает. Не у всех, конечно, я надеюсь, что у вас не так. Но вообще, как бы, после, там, можете, у некоторых людей после 30 минут уже, внимание рассеивается, и говорить, концентрация рассеивается, и не удается говорить настолько хорошо. После даже 20 минут. Вот. А вот переводить на английский можно очень много. Вот. Вот так вот. То есть, конечно, идеальный вариант это самому составлять предложение, а не переводить, и составлять вслух. Но на деле я не видел людей, которые это могут делать. На деле я такого не видел, это нужно быть человеком очень сильно, очень сильно заинтересованным. Вот. И очень творческим, чтобы еще самому придумывать. Поэтому, поскольку нам нужен вариант, который работает на практике, даны предложения, то есть на русском, то есть иными словами, сформулированы идеи уже, мысли сформулированы, и вам нужно их передать. Потому что свои мысли формулировать и передавать, ну, это тяжелее, и всем лень. Поэтому мысли сформулированы за вас, а ваша задача, как бы их передать на английский язык. Да, в общем, перевод на английский, что бы там ни говорили, ну, без этого не обойтись никак. Может обойтись, может носитель других языков, которые очень похожи на английский. Вот. Может быть. Но не китаец, не русскоязычный, никто из славянских языков, то есть поляки, украинцы, белорусы, русские, без этого не обойтись. Может быть, кто-то, у кого очень похож язык на английский, может быть, не знаю. Как вы относитесь к книгам по методу Ивана Франка для изучения английских слов? Я не могу ничего сказать, потому что я плохо знаком с этим. Не могу ничего сказать. Ну, скажем так, здесь все методы в основном, вот я могу вот что сказать, я могу вот что сказать про все подобные методы. Я могу вот что сказать. Большинство методов, каких-то особенных таких, вот знаете, с какими-то вот, ну, вот у нас нет никакого метода. Мы просто занимаемся, я просто объясняю все как есть. Большинство каких-то вот таких методов специальных, они большинству и большинству не вредят и суперрезультатов не дают. То есть, это просто полезная вещь и все. Это неплохо и нехорошо, если это делать много, это помогает. Это не вредная вещь, но не надо ждать супер чего-то. Вот как бы это касается всех методов, каких-то вот таких особенных. Обычно это вот к такому сводится. Это не вредно, это полезно, суперрезультатов ждать не стоит. Если вам это нравится, такой метод, делайте, это принесет вам пользу, если вам нравится. Если вам не нравится так заниматься, не делайте. Это касается практически всех подобных каких-то особенных методик. В нашем чате у всех наших сообщений такой текст. Месседжи спендинг модерейшн. Получается, это дано активом. Да, но слово вот это вот пендейн, он как бы, да, это слово означает ожидает. Ожидать что-то, это сложное слово. Как будто само сообщение производит действие. Да, сообщение ожидает модерации, как бы. Хотя вроде как, что здесь больше подошел бы пассив. Ну, это проблема вот в слое пендейн. Да, это сложное слово даже для меня. Вот. Это как бы слово ожидающий. Ну, если мы рассматриваем в инг, да, как здесь вот, сообщение есть ожидающая модерация. То есть вот как бы такой смысл. Ну, допустим, давайте мы примеры. Это сложное слово, оно вот встречается вот в таких вот официальных контекстах, да, или технических. Давайте мы посмотрим. Вот туда же в словаре, смотрите, одно из определений слова pending. Waiting to happen. Вот прям, видите-ка, я даже, как я по-русски сказал, ждущий, ожидающий. Хотя я не знал, что там в словаре такое написано, я не смотрел слово в словаре. Да, но на самом деле его использование, конечно, посложнее, чем то, которое у нас в чате. Вот пример. Допустим, вот здесь использование очень сложное. Были слухи, ну, слухи, шепоты здесь написано, но имеется в виду слухи. Были слухи, что сделка, да, причем не, что сделка вот была вот как бы в подвешенном состоянии, что ли, что она была на носу, что скоро предстояла сделка. Причем, обратите внимание, a deal, то есть не наша сделка, которую мы заключили, а, ну, люди, то есть какой контекст здесь может быть, что люди работают в каком-то агентстве, которое проводит сделки. Много сделок. И я говорю, были слухи на прошлой неделе, да, что скоро предстоит сделка, что она pending, ожидающая, должна случиться, на носу сделка. В русском, разумеется, такого слова, ну, нет, поэтому нам так сложно перевести, но смысл вот этого предложения такой, что были слухи, что сделка была предстоящая, да, что сделка была наступающая в ближайшее время, что предстояла сделка. Ну, так вот. Ну, то есть это можно перевести литературно, только сильно искажая грамматику, потому что, ну, ясно дело, в русском у нас нет такого слова. Или вот еще, допустим, интересный пример. Его заявление на гражданство, да, his application for citizenship, его заявление на гражданство, citizenship, наверное, гражданство, да, если ничего не путаю, was still pending или is still pending. То есть оно все еще в подвешенном состоянии, оно все еще предстоит, как бы, да, оно все еще ожидающее. То есть, ну, в подвешенном состоянии, мне только на ум такое приходит. Это неправильный литературный перевод, зато это хорошо смысл отражает. В подвешенном состоянии, что оно еще рассматривается. Вот это так можно перевести. Его заявление еще рассматривается. Все, запись выключаю. Какой второй язык вы учили в Инвезии? Никакой не учил. Ну, по документам учил немецкий и венгерский, но я не учил никакой из них я прогуливал. Так что никакой другой язык не учил, по факту. Можно рассказать про шаблоны приветствия, как дела? Как дела? Прощание и т.д. Это, конечно, точнее будет посмотреть в интернете, потому что я... Ну, что здесь можно сказать? Значит, если это ваш друг, я говорю, хай, да, ну или какой-то ровесник такой, да, как бы, ну человек вашего возраста, ну молодой человек, допустим, если вы молодой человек, до, допустим, 35 лет, и человек вашего возраста, мы ему говорим, хай. В общем, не знаю, hello, мне кажется, я не из тех людей, которые знают миллион разных вот каких-то шаблонных фраз, поэтому я всегда, если я оказываюсь сам в реальной ситуации, я говорю либо hi, либо hello, либо hey, hey тоже, ну, значит, о, типа, привет, hey, вот, совсем неформальное, самое неформальное из того, что я знаю, это yo. Yo. Это, это тоже, это именно приветствие. Yo. Yo. Это именно приветствие. Но это самое неформальное. Это в учебнике я прочитал, разумеется, это не я там выдумал, и не каких-то уличных, это в учебнике написано, ну вот, но помечено как крайне неформальное. Ну, то есть совсем-совсем такое, так сказать, для совсем людей, знающих друг друга. Вот, значит, hello. Или hi, или hey. Как дела? Значит, по поводу как дела. Ну, насчет, насчет, если мы берем официальный стиль, то лучше всего сказать good afternoon, или good morning, или good evening. Да? Вот. Или hello. Значит, если официальный стиль лучше сказать хорошего дня, хороший день, хорошее утро, или хороший вечер. Ну, то есть, в смысле доброе утро, добрый день, добрый вечер. Это, это самое лучшее для официального стиля. Или hello, мистер такой-то, hello, миссис такая-то. Или hello, мисс такая-то, если она не замужем. Значит, по поводу как дела. Опять же, выражений очень много разных. Соответственно, самое стандартное, наверное, если мы неформально, как бы, молодые люди между собой говорят, what's up? Да? Hey, what's up? Чего нового, да? Что происходит? What's happening? Это означает what's happening. Что происходит? What's up? Hey, what's up? Чего нового? Ну, это неформальное. Если, ну, how are you? Да, надо, как ты? Hey, how are you? Да, how are you? Ударение почему-то на R. Hey, how are you? Вот так вроде. Вот. Это то, что мне кажется, самое нормальное. Можно спросить. Все. Фраз миллион, но я миллион не знаю. Ну, точнее, я их знаю, я их понимаю, но в активе у меня только очень, вот то, что я часто слышу. Hello, hey. How's your day? Вот это мне нравится. How's your day? Как твой день? Как твой день? How's your day? Вот это часто. Соответственно, очень простые какие-то фразы я использую, потому что здесь лучше не надо с этим шутить. Потому что, ну, нужно быть как можно более стандартным и обыденным, да, желательно. Чтобы не выглядеть белой вороной, да. Здесь надо быть как можно более стандартным и обыденным. Здесь не надо какие-то пируеты выкручивать. Я рад приветствовать вас. Вот это не надо. Соответственно, прощание. Goodbye. Goodbye. See you. Goodbye или see you. Увидимся, увижу тебя. See you или goodbye. Вот и все. Больше я другое сам не использую. Have a nice day. Вот, тоже часто говорят. Have a nice day. Кроме этого, есть миллион подобных выражений, но, как бы, достаточно несколько самых основных и все. Это же не важная вещь. Иногда приветствие воспринимается как вопрос о чем-то, а это лишь приветствие. Ну да, такое есть. А что ответить на всю эту формальщину? Слушайте, это лучше в интернете посмотреть. Ну, как у вас дела? Обычно отвечают. I'm good. I'm fine. Everything is alright. It's alright. То есть, все хорошо. It's alright. Ну, все плохо, не отвечают никогда. Всегда все хорошо. I'm fine, I'm ok, I'm good, it's alright, I'm alright, I'm fine. So, alright. То есть, прилагательные. Alright, fine, good, ok. Вот эти прилагательные. Используются чаще всего. Соответственно, если вам говорят good afternoon, то вы тоже можете ответить good afternoon, Mr. Jones. Добрый день, добрый день, Mr. Jones. Вот так вот обычно. Все. Запись выключаю.